Крупные закупки в магазине или 15 минут до встречи. Такси часто вызывают как скорую транспортную помощь. Вот только не со всеми водителями доехать получается быстро. Мы останавливаем транспортные средства, которые незаконно занимаются как самотворной деятельностью. Все понятно? Мы сейчас запросим пассажиров, отберем подробное объяснение по факту. Заказали они вас как такси, используются, вы перевозите их как такси. И, соответственно, составить на вас партнер. Водитель, если верить словам, подвез знакомых. Документы оставил дома. Продисмотрено местоприимное наказание по статье 12.3, часть 2.1, перевозка пассажиров в багажа для коне такси, используемое для оказания перевозки пассажиров в багажа для коне такси, не имеющим при себе разрешения, на осуществление деятельности по перевозке пассажиров в багажа для коне такси. Проверяют таксистов на порядочность и законопослушность сотрудники роты ДПС, налоговые инспекторы и представители управления по транспорту и связи. В списке документов должно быть разрешение на пассажирские перевозки такси, свидетельство о регистрации. Линии ГИБДД – это управление транспортным средством с нанесенной цветовой гаммой обозначения легкового такси, либо с шашечкой легкового такси, 5000 штраф с изъятием шашечки. За осуществление деятельности без предпринимательского свидетельства штраф от 500 рублей с арестом транспортного средства до решения суда. Оформить документы и подвозить знакомых и незнакомых спокойно в рамках закона специалисты уверяют – просто. Абсолютно никаких сложностей в получении документов нет. Одна сложность – это по цветам, то есть законом Краснодарского края перевозки по судьбе в легковом такси. Определена цветовая гамма – это белый либо желтый цвет транспортного средства должен быть. И предоставляет желающий, предоставляет пакет документов, в который входит в свидетельство о регистрации предпринимательской деятельности, документы на транспортное средство. В течение двух недель выдается разрешение. С водителей, работающих вне закона, спрашивать будут по закону. Рейды и проверки в Анапе проходят постоянно, и спрятаться за наивным непониманием или обманом не получится. При этом власти Анапы поддерживают...